здарова это видео будет очень полезно особенно для новичков кто в начале пути вопрос такой значит здравствуйте у меня такой вопрос девушка говорит что не хочет отношений но при этом считает меня больше чем другом как поступить в этой ситуации если очень коротко нужно максимально ускориться в ту сторону чтобы заняться с этой женщиной сексом чтобы сблизиться с ней физически а если разобрать то сейчас слушай очень внимательно чаще всего женщина говорит такую фразу мужчине что я сейчас не готова к отношениям именно тогда когда мужчина пытается на словах вербально договориться с девушкой об этих самых отношениях то есть парень который не умеет эффективно и быстро сближаться он задается вопросом как же прийти к этим самым отношениям и исходя из этого он начинает предлагать девушки на словах эти отношения он думает может быть предложить ей встречаться может быть а вдруг она откажет как перейти к этим отношениям в какой момент это делать а когда он уже можно когда еще нельзя то есть он задумывается вот об этом и вместо того чтобы задуматься кое о чем другом и начнем с того что же такое для меня по моей версии отношения да то есть конечно же отношения то и секс и не только секса еще и взаимная забота времяпрепровождение то есть какие-то совместные планы то есть это уже можно сказать переход к семье то есть когда мужчина и женщина максимально включены в общении друг с другом всячески друг другу помогают заботиться прочее 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 но вся забота все внимание включение со стороны мужчины это еще не отношения до тех пор пока мужчины с этой женщиной не будет секса так и для женщины она не воспринимает и не интерпретирует так что вот у меня с этим мужчиной отношения пока у них не будет секса потому что даже если он там долго ухаживать что-то как-то и помогает заботиться встречается с ней дали цветы не знаю если нет секса она не будет внутри своей головы считать что у нее отношения с этим мужчиной она будет считать что этот мужчина в процессе ухаживания за ней это важно поэтому как бы вы ни были эмоционально близки как бы хорошо не общались я считаю так пока в вашем общении не появится секс это не будет называться отношениями и секс без отношений вполне может быть это такой свободный секс люди называют свободными отношениями но вот отношения без секса я считаю что они быть не могут никак физически это можно назвать любым словом дружба симпатия там приятельство но ни в коем случае не отношения потому что там нет секса таким образом когда мужчина говорит что он хочет отношений он вкладывает в это слово не только вот отношения вкладывает в это слово в том числе и секс он не столько даже хочет этих самых отношений столько хочет секс потому что по сути вы и так все это делаете вы встречаетесь вы проводите вместе время то есть ну как бы все чуть чуть и не нравится ну пожалуйста но мужчина хочет еще и секса почему и почему он связывает это с отношениями потому что благодаря в кавычках благодаря социальному программированию женщины в основном конечно же и общество сделали так что мужчина считает что секс можно получить только в отношениях с женщиной поэтому когда мужчина хочет секса с женщиной который нравится он в первую очередь думать что для этого сначала нужно как сказать вступить в стадию отношений с ней и этот парень вместо того чтобы сближаться с девушкой который нифига не понимает в женской психологии в том как устроена женская голова как вообще происходит взаимодействие между между мужчиной и женщиной вместо того чтобы распускать руки то есть трогать обнимать целовать как бы пускать вход в свои руки вместо того чтобы флиртовать женщиной то есть вербально пытаться сказать говорить не о сексе и таким образом сблизиться прийти к сексу с помощью слов хотя конечно только с помощью слов это невозможно но так или иначе флирт для этого и создан чтобы на словах подготовить женщину и получить уже как бы такой косвенное согласие на секс вместо того чтобы приглашать девушку к себе домой и пытаться сблизиться с ней там проявлять дерзость наглость и настойчивость в хорошем сам хорошем смысле этого слова в допустимых пределах может быть даже немножечко применить силу это я не про то что какое-то изнасилование когда девушка не захочет она точно встанет и убежит из квартиры когда девушка лежит на кровати никуда не уходит ну так что делаешь убери руки и здесь надо не ну как быть применить силу и начни убирать руки это значит наоборот руками и трогать во всех интересных местах вместо всего этого мужчина общается с ней как друг как источник ресурсов как источник помощи как источник там не знаю веселье и развлечений как друг и он не проявляет своих сексуальных намерений там не трогать и все прочее не флиртует потому что боится быть отвергнутый каждый отвергнутым каждый из нас очень сильно боится быть отвергнутым женщины каждый из нас очень сильно боится услышать слова нет и особенно если эта девушка очень красивая. Здесь все обстоит так, то есть страх быть отвергнутым прямо пропорционален ее красоте в наших глазах. То есть чем она для нас более красивая, чем она для нас более желанная, тем более страшно мужчине услышать, ну страшно это дурацкое слово, но по факту это на уровне страха, потому что это его обездвиживает. Тем больше страшно мужчине услышать от женщины отказ. И этот парень ждет от девушки или инициативы, или некоего зеленого сигнала светофора, чтобы она как-то намекнула или там разрешила ему сблизиться с ней. Поэтому он скорее всего каким-то образом пытается сам исключительно вербально на словах предложить ей каким-то способом отношения, чтобы она сказала, ну да, окей. То есть для него согласие девушки на отношения равно согласие девушки на секс. Почему он так делает? Потому что он боится сделать это напрямую с помощью вышеперечисленных вещей, с помощью флирта, с помощью прикосновений, кинестетики, возбуждений, с помощью приглашения к себе домой. Поэтому он вынужден через свой род словами предлагать ей отношения. Но проблема в том, что в нашем обществе не предусмотрено какое-то конкретное слово, конкретная фраза или какой-то конкретный день, когда вы официально уже переходите в статус там из просто встречающихся людей в статус отношений. Но не позаботилось наше общество об этом. Нет момента перехода к отношениям и, соответственно, нет момента, официального момента перехода к сексу. То есть вот эти все истории про третье свидание, они как бы однобокие, они в основном там для женщин созданы. Все равно мужчине придется проявлять инициативу, все равно ему придется сталкиваться с возражениями и проверками с той стороны. И внимание, да, то есть женщина, для которой секс, якобы, якобы, подчеркиваю, возможен только в отношениях, вот это самое ее согласие на отношения расценивает тоже как согласие на секс. Все все понимают. И она все прекрасно понимает, зачем мужчина предлагает ей отношения. Потому что он хочет получить от нее секс, и она хочет этого. Но она же не такая, она не может себе этого позволить вот так вот напрямую согласиться. Для нее крайне недопустимо сказать, да, я готова к сексу. Хотя, конечно же, некоторые так говорят. Но в основном для нее это такая запретная история, потому что она не хочет показаться слишком доступной. Это уже такая история стара, как мир. И тем самым она говорит, что я пока не готова. Слушай, ты слишком торопишься, давай не будем торопиться. Я еще не восстановилась после прошлых отношений, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть она всячески будет говорить, что ей это не нужно. И это я пока не готова к отношениям, для нее равно я пока не готова к сексу. Потому что в вашем общении уже, скорее всего, есть все. То есть вы общаетесь, встречаетесь, видитесь, там, может быть, там, не знаю, даришь цветы, целуете, все что угодно. Только кроме двух вещей. Кроме того, что вы спите в одной кровати и кроме того, что у вас есть секс. И даже, может быть, вы даже и спали пару раз в одной кровати, но секса у вас не было. И если мужчина, вместо того, чтобы вербально предлагать отношения, начнет проявлять свои сексуальные желания и намерения правильным способом, то есть начнет свиртовать, начнет трогать, возбуждать, обнимать, целовать, подтягивать к себе, пытаться ее силой, может поцеловать. Она точно не будет говорить, что я не готова к отношениям. Скорее всего, ее фразы будут звучать примерно так. Что ты делаешь, ты все портишь, вам всем только одно и нужно. Я сейчас не хочу секса, секса не будет, ничего не будет. Вообще-то, я думала, мы друзья, там, и так далее. Я не хочу с этим торопиться, там, не трогай меня, убери руки, я не такая, и так далее. Но это точно не будет фраза, что я сейчас не готова к отношениям. Она будет говорить, что не хочет секса. А если же, еще раз повторюсь, это важно, услышьте меня. Если же она говорит, я сейчас не готова к отношениям, я не хочу отношений. Если она говорит так, это 100% только потому, что мужчина, вместо того, чтобы распустить руки, пытался вербально на словах договориться с ней об этом сближении. И ты можешь сейчас возразить, сказать, что, мол, нет, что-то, я пытался ее поцеловать. И именно в этот момент вот она сказала, я сейчас не готова к отношениям. Но это банальная проверка с ее стороны. Тебе нужно было не останавливаться, а ты не прошел проверку, потому что ты после этого остановился, а продолжать это делать. Настойчиво, нагло продолжать сближаться, попытаться ее поцеловать и так далее. Просто, если она говорит, что она не готова к отношениям, тогда задай себе вопрос. Зачем тогда она продолжает ходить с тобой на встречи, ходить с тобой на свидание? Если вот, как бы, ты когда ее пытаешься поцеловать, ей это якобы не нравится, если отношения она с тобой не хочет, и что она хочет, дружить с тобой или что? Просто проводить с тобой время? Нет. Если женщина все еще продолжает приходить к тебе на свидание, значит, всего она хочет. Не надо ее слушать. Если она сказала тебе, что не готова к отношениям с тобой после твоей попытки ее целовать, обязательно пытайся это сделать еще. Говори ей так, что, слушай, а кто тебе говорит про отношения? Я ей не предлагаю никаких отношений, я сейчас тебя просто пытаюсь поцеловать. Конечно, она может начать дальше говорить, что, ой, тогда тем более, но это уже отдельная история. Тебе надо прямо не бояться демонстрировать свое сексуальное намерение. Не говорить, что при чем здесь отношения, я хочу, собственно говоря, трогать, обнимать и целоваться. И, внимание, включи логику. Если женщина тебе говорит, что мне ничего не надо, при этом продолжает с тобой общаться, то она хочет, чтобы ты и именно ты сблизился с ней, чтобы ты взял на себя ответственность за сдвижение с ней. И не на словах попытался договориться с ней, что давай у нас будут отношения, типа уже можно заниматься сексом, потому что она всегда будет говорить нет. А чтобы ты с помощью своих рук, с помощью флирта, с помощью своей какой-то наглости сделал то, что она в том числе хочет. То есть сблизился с ней, она дает тебе шанс для этого. И если ты не делаешь это уже десятое свидание, тебе очень сильно повезет, если она приходит на одиннадцатый, на двенадцатый, на тринадцатый и так далее. И отсюда, кстати, проблема многих парней, когда они пригласили девушку после нескольких встреч к себе домой, ничего там не сделали с ней и не попытались, а потом она начинает охладевать или вообще не вызваниваться на следующий раз. Только потому, что она дала шанс, ты им не воспользовался, все, больше шансов не будет. И мне кажется, что еще ни одна женщина никому никогда не говорила, хорошо, давай начнем отношения. Да, давай, я согласен. Причем, когда ты начнешь проявлять эту настойчивость в прикосновениях, хоть она этого и хочет, она еще будет ломаться, она еще будет говорить, что что ты делаешь, убери руки, ты что такой наглый, ты со всеми себя так ведешь. То есть, это некая часть игры, которая есть в моей системе и которая есть вообще во всех моих видео, во всех моих уроках, тренингах и так далее. Это элементарные вещи, которые ты должен знать. Когда девушка говорит, я не хочу отношений, это банальное ее сопротивление, проверка, а-ля, я ничего не хочу, я не такая, мне не нужен секс, поэтому мне не нужны отношения. Мне не нужны отношения, значит, мне якобы не нужен секс. Как поступить в данной ситуации, максимально ускориться в плане сближения и секса, разрешить себе распустить руки. Но мужчины боятся это делать по причине того, что женщина, естественно, будет в какой-то степени возражать, попытается их уличить в том, что они такие озабоченные животные и так далее, а мужчина боится быть отвергнутым. То есть, мужчина не позволяет себе распустить руки, потому что он думает, что он все испортит и он потеряет эту женщину. Так вот, и у вас уже тысячу раз есть такие доказательства того, что когда ты как раз не распускал эти руки, тогда ты и терял женщину, которая тебе нравилась. Сейчас подумай и срасти это в своей голове. И если здесь есть шанс там 50 на 50, или даже, наверное, 70 на 30, что у тебя все получится, и 30 процентов, что не получится, то если ты не будешь решительным в вопросе распускания рук флирта и попыток прийти к сексу с помощью тела, то 99 процентов, что ты эту женщину потеряешь. И не надо себя обманывать. Если вы хотите секса с женщиной, так признайтесь себе в этом, что я хочу секса с женщиной, а не хочу отношений с ней. Если у вас было 2-3 свидания, вы не знаете еще человека, и вы еще не спали вместе, вы не можете хотеть с женщиной отношений, потому что вы не знаете, подходит она под это или не подходит. Это вы уже потом будете думать, подходит она или нет. Хотите секса, тогда научитесь приходить к сексу с женщиной, которая вам нравится. Потом уже будете думать про отношения. Продолжение следует...